Друзья, всем привет! Я выхожу к вам вот в таком виде, только что проснулась, буквально нацепила патчи и все, готова вещать. Сегодня я начинаю свой, я не знаю, влог, но это будет, наверное, серия влогов, потому что это будет достаточно продолжительный период. Серия влогов будет посвящена похудению, но это все будет очень интересный процесс, потому что это не просто я буду там истязать себя на кардио и ничего не есть после шести. Это будет полноценный процесс, я вписалась в такую историю, я решила поучаствовать для одного из своих проектов, который называется «Тело для души». В процессе похудения, комплексного именно подхода к похудению, в котором будет участвовать как нутрициолог, психолог-коуч и, конечно, будут массажи, которые должны преобразить мое тело. Сегодня мы снимаем до-после, я делаю замеры и сегодня уже будет первая консультация в рамках нашего преображения, но он... В общем, я беру вас с собой, я все буду рассказывать и я считаю, что очень многие с этим сталкиваются, я не исключение. Я человек, который, честно, практически никогда в жизни не жил просто в комфортном питании. Я либо обжиралась, либо худела. Да, я была в хорошем теле, когда худела, но потом оно мгновенно исчезало, когда я начинала есть. Поэтому сейчас я собираюсь, потому что сегодня у нас уже будет съемка, у нас будет консультация, и я буду всем этим делиться с вами. Как только соберусь, я к вам вернусь. Друзья, ну что, я к вам уже вернулась. Совсем скоро я буду выходить, но пока у меня есть буквально пару минут, чтобы рассказать вам, почему я решила худеть, сколько я набрала и вообще, что происходит. Во-первых, расскажу, сколько я набрала. Я набрала 10 килограмм. Пару месяцев назад, это было уже порядка 11-12, за месяц я в режиме достаточно хаотичном скинула 2 килограмма, то я правильно питалась, занималась спортом, делала кардио каждый день, а потом опять срыв. Именно поэтому я рассказала Владлине, это директор студии «Тело для души», моя подруга. Я рассказала, что я потолстела и на самом деле очень давно не могу скинуть вес. Я тоже сказала, что мой режим в жизни был всегда таков, что сначала я обжираюсь, потом худею пару месяцев, потом опять обжираюсь пару месяцев. И так, то есть я всё время вот в таком режиме живу, и нет такого вообще промежутка времени, когда я комфортно питаюсь, я не худею, не истязаю себя голодом, тренировками, всё такое, и просто живу в удовольствии, в комфортном, здоровом режиме. Первая задача моя — это наладить мой режим жизни. Мне хочется, чтобы питание качественное и моё отношение к еде, оно стало здоровым. То есть мне надоело жить в постоянном похудении, просто невозможно. С 2016-17 года я живу в таком режиме, и вы можете себе представить, что я не могу жить нормальной человеческой жизнью, я зависима как будто бы от еды. Это единственная моя вредная привычка, потому что я там ни курю, ни пью, я это просто-напросто не люблю, но я просто колоссально зависима от еды. Это мне не нравится, и именно это я хочу проработать. Помимо того, что я хочу наладить отношения с едой, я, конечно же, хочу сбросить вес. Я прекрасно знаю, как это делается, но опять же, иногда, когда я это делаю под своим контролем, без чего-либо руководства грамотного, я начинаю перебарщивать. Я либо ем там на 800 калорий и себя прям убеждаю, что я наелась, либо я истязаю себя кардио-тренировками, бегом. И да, у меня фигура действительно становится хорошей, но потом раз, и всё, и срыв, и вся эта фигура плывёт буквально за один день. Я рассчитываю похудеть на 10 килограмм. Мы сегодня это всё обсудим с нутрицологом Дашей, мы тоже с ней общаемся, и достаточно давно работаем. И сегодня мы проведём нашу первую консультацию, мы обсудим все аспекты питания, я уточню её, потому что на самом деле моё питание никто никогда не контролировал так досконально. То есть, разумеется, я занималась тренерами, спортом, и кто-то смотрел по калоражу, но именно по качеству продуктов иногда, и с точки зрения нутрицологии, диетологии, никто не разбирал. Поэтому я рассчитываю на то, что спустя несколько месяцев, я надеюсь, что у меня будет хорошая фигура, красивая. Помимо того, что я буду брать лепутации, я, конечно же, буду заниматься спортом, и об этом я тоже буду снимать видео, разговаривать и снимать влоги с моих тренировок. Я надеюсь, что вторым пунктом будет налаживание моих отношений с едой, и спустя пару месяцев я действительно начну качественно питаться и иметь здоровое отношение с едой. Ну и, наконец, конечно же, будут сессии с психологом и коучем, но конкретно это я буду рассказывать уже после того, как они пройдут. И, наконец, это уходы, это массажи, массажи непосредственно в тело для души. Я никогда не делала инсулитные массажи, но, по всей видимости, они сейчас мне точно понадобятся, но индивидуальную программу будем также обсуждать уже как с Латленой, так и с мастерами, и этим тоже я буду делиться. Получается, за время моего похудения я буду раскрывать тему питания, спорта и уходов, и мы с вами посмотрим, насколько моё тело изменится по истечении нескольких месяцев. Мне кажется, это очень интересно. Я бы смотрела такое, как вы, напишите мне, расскажите, вообще интересна вам тема, что бы вы хотели узнать. Возможно, я буду иногда задавать вопросы какие-то нутрициологу, коучам, мастерам массажа, и также будем этим выделиться. В общем-то, надеюсь, вам это понравится. А сейчас я уже убегаю в тело для души, конечно же. Я посоветовалась с Дашей и выбрала такое на обед. Мы пришли к нам в депо. Вот такой обед. Клетчатка, овощи и безглютеновая паста с курицей. У нас сегодня вот такой ужин. У меня креветки на гриле, помидоры под цирукова молодого человека, бананы, глуби-кутворк и смотрю фильм. Друзья, всем привет! Ну что, я готова поделиться с вами своими ощущениями после консультации с нутрициологом. В принципе, Даша мне все очень понятно объяснила. Я буду придерживаться определенных принципов питания, которые буду постепенно внедрять в свой образ жизни. Тут, конечно, возникают сложности с тем, чтобы потреблять клетчатку и овощи на завтрак. И с белком на завтрак, обед и ужин здесь прямо у меня колоссальные проблемы. Но буду стараться и активно менять свой образ жизни. Я буду снимать вам весь свой процесс приготовления блюд и просто какие-то свои комментарии относительно них. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, поэтому пишите, и я обязательно на них отвечу. Я сегодня очень мало ходила, Поэтому я дохаживаю ежедневную активность на дорожке. Я вся красная после спа. Но на самом деле нам не очень понравилось там, потому что не было джакузи, Было очень много людей, очень мало лежаков, бассейн достаточно маленький. Поэтому если вы выбираете отель конкретно с хорошим спа, То, наверное, Mountain Peak не совсем подходит под эту цель. Но в общем-то в целом тут очень красиво, и завтра еще будет у нас завтрак. Тоже оценю с этой точки зрения. Мы идем на завтрак. Я сегодня в таком домашнем образе и хотела с вами поделиться нашими впечатлениями об отеле Mavan Peak. В общем-то впечатления достаточно отрицательные. Сейчас расскажу вам, что в принципе не понравилось. Во-первых, при заселении нас попросили заплатить депозит в размере 5000 рублей на непредвиденные расходы. Первый раз вообще такое вижу, честно говоря. И так как нигде предупреждения ни на сайте, ни при бронировании не было, мы, собственно, отказались. И нам пригрозили убрать, очистить весь мини-бар в связи с тем, что мы не будем оплачивать депозит. Ну и сказали, пожалуйста, ради бога, очищайте, мы им пользоваться не будем. Это первый неприятный момент. Во-вторых, нам не очень понравился спа. Оно очень маленькое, очень маленькое количество лежаков, а людей было много. И люди просто буквально везде бросали свои полотенца. То у фонтана, то где-то еще, на креслах, на полу. Вообще не было возможности где-то им расположиться, что тоже категорически, мне кажется, неприемлемо в отеле такого уровня. Напомню, что там чуть ли не 5 звезд. И ночь в отеле далеко не бюджетная, порядка 12 тысяч стоит. В номере стоит одна бутылка воды, и мы попросили на рецепшене дать нам еще одну. На следующий день уже, утром, нам сказали, что она стоит уже 750 рублей. Обычно в отеле тоже, где 5 звезд, спокойно дают гостям воду, и в этом ничего такого нет. Завтрак, в принципе, был неплохой. Я нашла, что поесть. Даже с учетом того, что я придерживаюсь рекомендаций нутрициолога, все было в этом плане порядки. В самом номере нам не понравилось, что нет окон. То есть вы все время сидите под кондиционером, и мы уже почувствовали себя немножко простуженными, когда там буквально час посидели под этим воздухом. А без него просто было невозможно дышать. Ну и, наконец, вишенкой на торте стал тот факт. Наша машина находилась в паркинге при отеле. Мы заранее позвонили в отель, спросили, можем ли мы там парковаться, как туда заехать и прочие детали. Нам, конечно же, разрешили, все супер. Мы отправились туда, и когда мы уже выезжали из отеля, мы обнаружили, что плата за парковку составляет 5000 рублей в сутки для гостей отеля. Вы когда-нибудь видели, чтобы для гостей отеля в отеле премиум-класса парковка вообще, в принципе, что-то стоила? Так еще и 5000 рублей! Я вообще в шоке была! И при этом никто ни слова нам не сказал, когда мы спрашивали, когда мы заселялись. Вообще ни слова! Просто никто даже не соизволил сообщить о том, что там такая, ну, огромная сумма должна заплатиться. Если бы мы сдали, мы вообще не брали бы машину с собой и доехали бы спокойно на такси. Дешевле бы обошлось и туда, и обратно. В общем, если вы хотите расположиться в каком-нибудь отеле со спа в Москве, ни в коем случае не выбирайте Мавенпик. Это полный провал. Была такая злая, вы просто себе не представляете. Я эту обиду на отель еще долго не смогу в себе подавить и проработать. Я пришла на маникюр, и девочки меня точно поймут, я два месяца не делала покрытия вообще, потому что мне мастер сказал сделать перерыв. Ногтевая пластина была очень нестонченная. В общем-то, сейчас я пришла, я так рада, господи, наконец-то у меня будут ухоженные, хорошие, красивые ногти. Я сделала маникюр. Такие, конечно, обрубыши у меня, но я полностью спилила все, что только можно.